Добрый день, уважаемые студенты! Мы с вами продолжаем рассматривать эпосы народов мира. И сегодня мы говорим с вами об удивительном эпосе, который охватывает наследие множества народов. Этот эпос называется Китабе Деде Куркут или книга Деде Куркут. И чуть ниже я скажу о том, почему в историческом аспекте сохранилось именно это название. Но прежде чем мы перейдем к самому содержанию данного эпоса, я должна несколько слов сказать о том, что такое дастан. Дастан с персидского языка слово переводится как рассказ или сказка. Это форма устного повествования, которая была распространена на достаточно обширных территориях Центральной Азии, Ирана, Турции и Азербайджана. Дастан обычно сосредоточен на повествовании о каком-то одном человеке. Этот человек обязательно защищает свое племя или свой народ. И очень редко бывает, когда в основе дастана действительно лежит какое-то историческое лицо. Чаще это сказочные герои, богатыри. И вот в таком виде дастаны существуют вплоть до наших дней. Главный герой дастана обязательно показывает примеры того, как нужно действовать. То есть это в своем роде еще и дидактическая форма. И поэтому дастан долгие поколения был средством обучения. Например, суфийский мастер и тюркский поэт Ходжа Ахмед Ясави сказал «Пусть ученые слышат мою мудрость, обращаясь с моими словами, как с дастаном». Помимо мудрости и литературно очень богатой традиции, каждый дастан богат еще и культурной историей, которая представляет собой колоссальный интерес для ученых. Сегодня мы говорим с вами о книге Диде Куркут или еще по-другому книга может называться «Куркут Атам». И эта эпос берет свое начало от народа, который называется Угузы. Это тюрки, западные тюрки. Они говорили на одном из языков тюркской семьи. Он так и называется Угузский. Угузская семья языков. В восьмом веке тюрки-угузы образуют племенную конфедерацию, которую условно называют государством Угуз и Абгу на территории Средней Азии. Само название Угуз – это общетюркское слово, которое обозначает слово «племя». Византийские источники называют Угузов словом «узез». В X веке исламские источники уже называют Угузов туркменами-мусульманами, в отличие от шаманистов или буддистов. В XII веке термин переходит в словарь византийцев, и Угузы в подавляющем большинстве уже являются мусульманами. Постепенно само название Угуз вытесняется названием «туркмен». И с середины X века этот процесс начинается, и уже к концу, вернее, к началу XIII века все Угузы себя называют туркменами. В XIV веке племенные союзы туркменов или туркменских племен образуют такую конфедерацию или племенной союз, который называется Ак-Ко-Юн-Лум. И это целая династия, которая будет управлять восточной Турцией, Азербайджаном, Ираком и западным Ираном. Угузская турецкая литература включает знаменитую книгу Деде Куркут и такие эпосы, как Огуз-Наме, Батау-Наме, Данишмед-Наме, Кер-Углу, Кер-Углу. И это часть литературной истории таких народов, как азербайджанцы, турки и туркмены. Современная и классическая литература Азербайджана, Турции и Туркменистана также считается Угузской литературой, поскольку она была произведена их предками. Книга Деде Куркут, по-другому ее еще называют Книга Куркут-Атам, по-азербайджански Китабе Деде Горгуд, туркмены называют Китабе Дудем Горгуд, по-турецки Деде Куркут Китабе. Это ценнейшая коллекция былин и преданий, которая зафиксировала и особенности языка, особенности образа жизни, религии, традиций и социальных нормов, вот этих вот Угузов и потом их называют туркмены, на территории Азербайджана, Турции, Ирана и части Средней Азии, включая территорию Туркменистана. Сейчас на фотографии, которая появляется на экране, вы видите бюст Деде Куркута. Это центральный персонаж эпоса, ряд ученых относит все-таки его к IX веку, и это Государственный музей города Баку. Деде Куркут, если говорить обобщенно, то это героический достан, он известный также под названием Угуз-Наме среди угузских тюрков, и вот этот достан берет свое начало в Средней Азии, действие продолжается в Анатолии, и сосредотачивается какая-то часть действий и на азербайджанской территории Кавказа. Для тюркских народов, особенно для людей, которые идентифицируют себя как угузы, Деде Куркут – это главное хранилище этнической идентичности, истории, обычаев и систем ценностей тюркских народов на протяжении всей истории. Это память о борьбе за свободу в то время, когда угузы были еще кочевым народом, хотя, как говорят ученые, ясно, что эти истории были приведены в их нынешнюю форму в то время, когда уже турки происхождение угузов себя больше угузами не считали. До 2018 года были известны только две рукописные формы этой книги, то есть вот этот эпос, он и называется «Книги Деде Куркут» или «Книга Деде Куркут». Они сохранились в двух версиях. Одна из них хранится в Ватикане, и вторая хранится в Дрездене. И поскольку вот они были записаны как книги, поэтому их так и называют «Книга Деде Куркут». Но не так давно, не так давно это как раз уже 2018 год и был, был также открыт манускрипт Гонбада, и к уже имеющимся повествованиям эпоса Деде Куркут добавляются еще и новые повествовательные линии. Язык рукописи, которая была обнаружена на территории Гонбады, носит смешанный характер и ярко отражает переходный период от позднеагутского тюркского к раннему современному тюркскому в иранском Азербайджане. Есть орфографические, лексические и грамматические структуры, которые характерны для восточных тюрков, которые показывают, что оригинальное произведение было написано в районе между Сырдарьей и Анатолией, а затем переписано в Сефевицком Иране во второй половине XVI века. Позже этот эпос или эти книги еще раз были скопированы во второй половине XVIII века, в период каджаров на тех же примерно территориях. Первый лист манускрипта из Гонбада отсутствует, и по этой причине неизвестно, как было записано название этой рукописи в данном варианте. Эпические повествования или сказки о ДД Куркут это один из самых известных тюркских достанов из более чем тысячи записанных эпосов монгольских и тюркских языковых семей. Но сейчас на фотографии, которая появляется рядом со мной на экране, вы видите, это титульный лист Дрезденской рукописи. Неизвестно, как эта рукопись появилась в Дрездене, и также неизвестно, как эта рукопись появилась в Ватикане, то есть автор и само происхождение являются анонимными. 12 историй, которые составляют основную часть произведения, были написаны уже после того, как турки приняли ислам, и герои эпоса о ДД Куркуте также изображаются именно как хорошие мусульмане, а злодеи изображаются как неверные, но в эпосе сохранилось достаточно много ссылок на доисламскую магию. Сам персонаж ДД Куркут, то есть Дед Куркут или Куркут Атам, это широко известный прорицатель, и он сказитель или, можно сказать, певец. Он служит связующим звеном между всеми рассказами эпоса, и в 13 главе книги собраны изречения, которые приписываются ему. В достанах ДД Куркут появляется как аксакал, буквально седобородый, уважаемый старейшина, соратник или мудрец, который решает трудности, с которыми сталкиваются члены его племени. Среди населения уважаемые аксакалы, мудры и знают, как решать проблемы. Среди ашиков, то есть ашик – это тот, кто читает Дхстан, их обычно называют ДД, то есть Дед. В прошлом этим термином обозначались уважаемые старейшины племени, но в современное время это имя ДД или название используется в семьях. Во многих населенных пунктах Азербайджана ДД заменяется на слово «ата», то есть предок или отец. Историк Рашид Аддин Хамадани, он умер в 1318 году, оставил после себя наследие, в котором говорится, что ДД Куркут был реальным человеком, он прожил 295 лет. Он был послан народом именно, ну скажем так, с такой божественной точки зрения. И также он был, он видел пророка, и именно он обращает его в мусульманство. Вот по этим записям, которые оставил после себя Рашид Аддин, также становится известным, что ДД Куркут давал советы великому хану Угузов, присутствовал на выборах великого хана, и он же давал имена рожденным детям. Ну, сама книга начинается с первой истории, или с первого вот такого повествования, в которой богач хан, он является сыном Дирсе хана, рассказывается история чудесного рождения богач хана, как он вырос, чтобы стать могущественным воином и получить свое управление над каким-то княжеством или небольшим государством, как его отец Дирсе хан был обманут своими воинами и попытался его убить, как его мать, имя которой в эпосе не сохранилось, спасла ему жизнь, и как он спас своего отца от коварных воинов. И вот здесь Куркут-ДД или Куркут-Ата приезжает на праздник и начинает свой рассказ. Сказания данного эпоса рассказывают о войнах и различных сражениях, и, как считают ученые, все эти рассказы основаны на конфликтах между огузами, печенегами и кипчаками. Многие элементы рассказа о ДД Куркут будут нам знакомы, ну, по крайней мере, тем, кто знаком с западной литературной традицией. Например, есть чудовище, которого зовут Типигос, и он очень похож на встречу Одиссея и Циклопа, которая описана в Гомере. Поэтому считается, что на ДД Куркут повлиял греческий эпос, либо между эпосом о ДД Куркут и то, как была записана Одиссея, есть какой-то один общий древний анатолийский корень. В книге очень подробно описываются различные спортивные занятия древних тюркских народов. То есть в эпосе ДД Куркут описывают такие спортивные навыки тюрок как и мужчин, так и женщин, как верховая езда, стрельба из лука, черите или метание копья, борьба и прочее. И вот эти все виды спорта считаются национальными видами спорта Турции. С начала XVIII века книга ДД Куркут, ну, вы уже поняли, что у нее у самой по себе, что у дрезденской рукописи, что у ватиканской рукописи есть собственная история. Если вас заинтересуют подробности, вы можете изучить данный вопрос самостоятельно. И вот с начала XVIII века книга ДД Куркут переводится на французский, английский, русский и венгерский языки. Но только после того, как данное произведение привлекает внимание ученого, которого зовут Фон Диес, он опубликовал частичный немецкий перевод ДД Куркут в 1815 году. И он снова обращается к дрезденской рукописи, которая была найдена в Королевской библиотеке. После этого ДД Куркут становится очень широко известен на Западе. Другой манускрипт ДД Куркут был обнаружен Этори Росси в 1950 году в библиотеке Ватикана. И до тех пор, пока ДД Куркут не был зафиксирован в письменной форме, события, которые в нем описываются, сохранялись в устной традиции, по крайней мере, с IX или X веков, как считают ученые. В эпосе о ДД Куркуте есть глава, она называется «Бамсибирек», и она почти дословно сохраняет чрезвычайно популярный среднеазиатский достанал «Памыш», который датируется еще более ранним периодом. Сами рассказы записаны прозой, но в них встречаются и поэтические отрывки. Исследования эпоса ДД Куркут продолжаются, и относительно недавние исследования турецких и туркменских ученых показали, что туркменский вариант книги ДД Куркут содержит 16, а не 13 глав или рассказов, и они были переписаны и опубликованы вот уже в новой редакции в 1998 году. Изначально достан возникает как серия устно рассказанных эпосов, которые передавались из поколения в поколение до того момента, как они были записаны в виде книги. Вообще, вот эти рассказы о ДД Куркут, они в многочисленных версиях существовали на этих территориях, и считается, что первые версии Дастана ОДД Куркут были все-таки стихотворными, поскольку турецкий язык позволяет очень хорошо рифмовать, он агглютинативный, то есть в нем очень легко подбирать рифму, но постепенно изначально стихотворная форма стала трансформироваться в комбинации стиха и прозы, поскольку именно исламские элементы постепенно стали влиять на повествование. Для первых письменных копий вот этой книги ДД Куркут предлагаются различные даты. Ученый, которого зовут Джеффри Льюис, он датирует, что эти рукописи относятся к раннему периоду 15 века и содержат в себе два слоя текста, то есть это субстрат из более старых устных традиций, как раз эти старые традиции описывают конфликты между агузами, печенегами и кипчаками, и вот это внешнее повествование, которое связано уже с особенностями 14 века и дает четкую отсылку к вот этому племенному союзу Ак-Ко-Юн-Лу. Другой ученый, которого зовут Джималь Кафадар, он соглашается с тем, что скорее всего рукописи появляются не ранее 15 века, и здесь автор смешивает Ак-Ко-Юн-Лу и османских правителей. Однако есть книга или монография «История Османской империи». Она опубликована была в 1977 году, и ее автор-ученый Стэнфорд Джей Шоу датирует начало этих рукописей 14 веком. Профессор Майкл Микер приводит аргументы в пользу двух дат и 14 и 15 век. И считает, что версии вот этих рассказов, которые доходят до наших дней, возникли как народные сказки или сказания и песни не ранее 13 века и были записаны не позже начала 15 века. По крайней мере, один из рассказов, который содержится в главе 8, существовал в письменной форме в начале 14 века. И это неопубликованная арабская история «Дурар Альтиджанда Вадари», которая была написана в Египте где-то между 1309 и 1340 годами. Точное определение и понимание того, как формируется эпос в том виде, как мы его имеем в настоящее время, на сегодняшний день считается невозможным, из-за кочелового образа жизни ранних теркских народов, в котором эпос Д.Д.Куркот передавались из поколения в поколение в устной форме. Ну и получается, что все-таки считается, что когда этот эпос передавался от поколения в поколение, каждый из певцов данного эпоса мог внести свои изменения и дополнения, и вплоть до того момента, пока эти вот варианты эпоса, которые сохранились в Дрезденской и Ватиканской рукописи, не дошли до нас уже в письменной форме. Большинство исследователей древнетюркских эпосов и народных сказок, в том числе академик Василий Бартольд, сначала он был российским академиком, потом стал советским, и британский ученый Джеффри Льюис считает, что текст эпоса Д.Д.Куркот демонстрирует ряд черт, которые характерны для азербайджанского диалекта турков. Сейчас вы видите на фотографии, которые появляются рядом со мной на экране, это статуя Горкута Та или Д.Д.Куркоту в Ашхабаде, это Туркменистан. Большинство тех народов и земель, которые были описаны в книге Д.Д.Куркот, были частью Советского Союза с 1920 по 1991 год, и поэтому достаточно большая часть исследований и интереса возникает все-таки у ученых Советского Союза. Но дело в том, что отношение советских исследований к Дастанам вообще и конкретно к Дастану о деде Д.Д.Куркут и вообще ко всем Дастанам, которые относились к тюркским народам, сначала было нейтральным. И далее турецкий историк Хасан Бюлент Паксой утверждает, что после того, как Сталин укрепил свою власть в СССР, особенно в начале 50-х годов в советской науке появляется четкая табу на тюркологию. Он указывает, что первое полнотекстовое русское издание книги Д.Д.Куркут азербайджанских академиков Гамида Арасли и Тахмасиба, оно было основано на переводе Бартольда 20-х годов, было опубликовано в ограниченном количестве только в 1939 году, а затем не выходит небольшим тиражом в 1950 году. Хасан Бюлент отмечает, что тюркские ученые и литературоведы, которые поднимали вопросы изучения тюркских Дастанов, были ликвидированы в результате сталинских репрессий или из-за идеологического давления на все Дастаны в 50-х, 52-х годах XX века. Как считает Хасан Бюлент Паксой, вот это табу начала 50-х было выражено в так называемом историческом процессе суд над Алпамышем с 1952 по 1957 год, и в этот момент все Дастаны Средней Азии были официально осуждены советским государственным аппаратом. Советские власти критиковали ДД Куркута за пропаганду буржуазного национализма. В речи 1951 года, которая была произнесена на 18-м съезде Коммунистической партии Азербайджана, лидер коммунистов Азербайджана Мир Джафар Багиров призвал исключить эпос из азербайджанской литературы, назвав его вредной и антипопулярной книгой, которая пронизана ядом национализма. Тем не менее, публикация Дастанов в этот период не прекратилась полностью, поскольку издания эпоса Алпамыш выходят в 1957, 1958 и 1961 годах. Ранее они издавались в 1939, 1941 и 1949 годах. А также сохранилась и запись о Дастанах во втором издании Большой советской энциклопедии, это том 13-й 1952 года, и там не отражено вот это осуждение различных буржуазных националистических идей в Дастанах. Но, как вы знаете, происходит и либерализация политического климата в результате того, что Сталин умирает, ему на смену со временем приходит Никита Хрущев. В феврале 1956 года происходит тот самый легендарный съезд партии, который начинает разоблачать сталинские репрессии. И, несмотря на то, что в стране и политике меняется очень многое, тем не менее, повторно книга Д.Д. Куркута опубликована только в 1977 году. Проблемы с изданием данного эпоса сохранялись вплоть до самой перестройки, когда последнее полное издание на азербайджанском языке была отправлена в печать 11 июля 1985 года, но получила разрешение на печать только 2 февраля 1988 года. В 1998 году республика Азербайджан и ЮНЕСКО номинируют на то, чтобы следующий год или даже этот год это был год празднования 1300 лет со дня рождения легендарного азербайджанского эпоса Китабе Д.Д.Куркут. В 2000 году генеральный директор ЮНЕСКО отмечает эпосы, и я имею в виду в частности эпосу тюркоязычных народов, приписываемые Д.Д.Куркуту, увековеченные устной традиции до XV века, до того, как были записаны, являются векторами исторических, географических, политических, социальных, лингвистических и литературных ссылок народов, чьи истории они касаются. Хотя многие из этих эпосов уже были записаны, устные и жестовые навыки рассказчиков, то есть вот здесь имеется в виду еще особенности прочтения достанов, которые поддерживают их жизнь в устной традиции, также должны быть увековечены без промедления. Это дело срочное. А в 1999 году Национальный банк Азербайджана отчеканил золотые и серебряные памятные монеты к 1300-летию эпоса Д.Д.Куркут. Сейчас вы видите, появляется изображение фотографии на экране. Это изображение Д.Д.Куркут или Гургут Ата на туркменских монетах. Эпос о культуре, эпос о народных сказаниях и музыка, которая тоже сопровождает весь эпос Д.Д.Куркут, все это наследие включено в репрезентативный список Нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО в ноябре 2018 года. Если вас заинтересует какой-либо из аспектов, озвученных в данной лекции, может быть, вы заинтересуетесь подробностями данного эпоса, который переведен на русский язык. Я думаю, что вы можете изучить этот вопрос самостоятельно. В любом случае, эпос Д.Д.Куркут – это наше с вами общее человеческое историческое наследие. И я считаю, что каждый цивилизованный человек должен хотя бы примерно знать содержание этого замечательного произведения. А сейчас спасибо за внимание.